Сзади меня лодка, которая наконец-то у нас есть. Итак, сегодня у нас группа 15 человек. Мы едем на острова, кто-то будет погружаться, проходить уровень пади, кто-то просто с нами поехал за компанию. Это те ребята, которые сейчас учатся в школе английского языка здесь на Пхукете. Ребята, которые способны за 21 день выучиться по специальной технологии английскому языку для того, чтобы подавать на рабочую визу. Но сейчас в процессе я буду делать видео. Мы пообщаемся с теми, кто проходит уже курс английского языка на разных уровнях. Спросим, какие у них впечатления об обучаемом материале в Таиланде, связанное с подготовкой к рабочей визе и к подготовке к визам спортивным. Это виза для серферов, виза для дайверов и виза для парашютистов. Кстати, не так давно в Москве международная организация серферов ИСА провела обучение судейского состава. Это все происходило в Олимпийском комитете. И она в нашей группе Facebook сделала даже эту новость. Ее можно посмотреть. Итак, это лодка спорт круизер. Максимальная скорость 40 узлов. Это около 70 км в час. Вместимость до 45 человек. Ну, в принципе, неплохо себя ведет на волнах и очень подходит для дайвинга. В перспективе планируем сделать для тех, кто приезжает обучаться английскому языку на Пхукет, полеты на парашюте с лодкой. То есть мы будем поднимать с этой лодки на парашюте и пролетать вдоль гор, вдоль зданий. Это будет очень красиво. Ну, у нас есть такая возможность, потому что мы лицензированные парашютисты. Ну, вот решили объединить парашютный спорт и водные виды спорта. Мы сейчас на острова. У нас есть группа, которая будет проходить обучение ПАДИ для того, чтобы потом в дальнейшем пройти обучение продолжения в Калифорнии, либо в Майами, либо на Гавайях. То есть здесь классно. Апрель месяц, тепло, хорошо. Что самое главное, что, допустим, оказавшись в США без языка, ну, будет сложно обучаться английскому, американскому языку по той простой причине, что, ну, будет мало времени на это, вы будете работать. Вы не сможете сразу себе обеспечить хорошую, достойную профессию, потому что, ну, если у вас английского нет, и общаться вы, в принципе, будете в Америке, я так понимаю, с русскоговорящими, а здесь вы полностью погружаетесь в англоязычную среду. Я думаю, мы будем одни из первых, кто готовит на интервью в посольство США по неиммиграционным и иммиграционным визам с привлечением бывшего иммиграционного офицера. Илья, хочешь, я тебя сейчас потренирую? Она мне начала очень-очень быстро задавать провокационные вопросы. Ну, благо, мы проходили курс травли быка. У нас в нашей команде есть практически психолог. Об этом можно посмотреть в наших видеороликах. У нас есть двухнедельные курсы, когда все начинается с закрытых глаз, партнеры садятся друг напротив друга, потом открытые глаза, потом травли быка, когда один из партнеров садится напротив другого, проявляет всякие разные эмоции, а задача второго – конфронтировать, то есть быть лицом к лицу к ситуации и не поддаваться на всякого рода провокации. Кстати, мы расширяем перечень наших услуг. В ближайшее время будет готов наш сайт. Это вот-пермит, defisusa.com. В нем будут открыты и обновлятся каждый день вакансии, которые размещаются американскими компаниями. Мы будем готовить резюме, мы будем готовить вас на интервью, на общение с потенциальным работодателем. Эта виза безотказная, если вы готовы, и требует подготовки, ну, немного меньше, чем на ней миграционную визу, потому что на ней миграционную визу очень большая статистика обказов, ну, кроме спортивных виз. Но вот сейчас, кстати, да, у нас были программы сначала только по парашютизму, теперь у нас программы по серфингу и программы по дайвингу. Туда мы, собственно, и едем. С нами сейчас профессиональный дайвер, который будет работать в нашей команде. Снимаем дальше. Спасибо.